Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине» и сегодняшняя наша тема посвящена психологической подготовке к родам. И у нас сегодня в гостях замечательный специалист, медицинский психолог перинатального центра Ульяновской областной клинической больницы Коровина Елена Андреевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, я уже начал такую тему, уже озвучил, то есть психологическая поддержка, даже лучше так сказать, не помощь, а поддержка, психологическая поддержка. Сейчас об этом немало уже говорится, но вот что мы можем вообще сказать сейчас людям, которые нас сейчас смотрят, что в себя включает само это понятие и насколько действительно эта тема актуальна на сегодняшний момент. На сегодняшний момент эта тема очень актуальна, потому что многим женщинам в период планирования беременности, во время самой беременности и после родов нужна поддержка. И находят они ее часто в близких, но у многих тоже случается так, что от близких нет поддержки. И вот здесь им на помощь приходят перинатальные психологи, а сейчас еще у нас есть некоторые развития, это доллы, консультанты по грудному вскармливанию. Что включает в себя поддержка? Это умение выслушать, понять женщину, понять, чего она хочет от этой поддержки, что она от нас ждет. Правильно ее направить в правильную сторону, дать ей ориентиры, по которым она может идти. Ну, то есть вот эта сама поддержка, она вызвана, вот и потребность в этом процессе самом, да, вызвана тем, что женщинам могут беспокоить какие-то страхи перед родами. Да. То есть вот сами страхи перед родами, как это все пройдет, потому что, ну, она же тоже общается и с подругами, и там с друзьями, да, и у кого как это все было, и от родителей какую-то информацию получает. Ну, конечно, ей бы хотелось вот пойти уже к родам, такой подготовленной, действительно. В этом плане вот медицинские специалисты, медицинский психолог здесь выступают в такой, в роли помощника, да, скажем так? Да, в роли помощника, в роли посредника, например, между доктором и беременной женщиной, потому что иногда случается так, что они могут не понять друг друга. Сталкивалась я с таким, что вот женщина приходит, и вот мне доктор вот это вот сказал, но просто многие же далеки от медицины, и понять медицинские термины им гораздо сложнее. А здесь вот уже можно, как бы мы с ними вот разговариваем, объясняется, да. Да, доступным языком. А есть какая-то вот специальная, может быть, даже какая-то вот, я не знаю, там, программа какая-то, да, вот именно вот медицинской такой поддержки психологической? Программа предродовой подготовки. Так и называется, программа предродовой подготовки. Да, да, подготовка к родам у женщин. В себя она включает, например, такое, что женщина знакомится с обустройством родильного дома, с его правилами, с тем, как правильно взаимодействовать. Это прямо вот у вас как экскурсия такая проводится, или что? Ну, я практически, можно сказать, экскурсию по нашему роддому. Я вот такую подготовку веду, вот, и как бы экскурсию по нашему родильному дому. Мы даже у нас для проведения таких подобных занятий организовали такой, ну, мини-родблог у себя, там, в консультативно-диагностическом отделении перинатального центра, где мама может прийти и окунуться, как бы, в эту атмосферу и понять, что будет происходить. Рассказываю о родах, например, то, что роды, это, они все разделены по периодам, чтобы она это точно понимала, что на данный момент с ней происходит, что она будет чувствовать. Вот, когда к ней придет доктор, чтобы тоже вот у нее не было такого сильного ожидания, волнительного ожидания от этого, рассказываю, как будет проходить первый период родов, второй, третий, вот, что там будет, как будет проходить послеродовый период, грудное вскармливание, ну, в общем. Ну, вот из вашей практики, а что чаще всего все-таки пугает женщину перед родами? Ну, чаще всего, естественно, боль. Вот многие женщины что ждут от родов и настроены на то, что роды – это конкретно боль и страдания. И как раз вот вы говорили о рассказах подруг, баб, бабушек, соседей, вот. Вот как раз-таки рассказывают о том, как им было больно, и они уже начинают на себя как бы это все примерять, а как я вот буду. И вот здесь вот мы разбираем даже методы самообезболивания в родах. Это дыхание, самомассаж, позиции, какие женщина может занять. Самое главное, я женщинам говорю, что им нужно занять активную позицию, то есть не пассивно относиться к родам, а то, что она активный участник этого процесса, вот, и все как раз-таки вокруг нее и ее малыша. Дыхание – это основа всего родов. То есть это и самообезболивается, она с помощью дыхания, и расслабляется, и в то же время дыхание сопровождает ее на всем протяжении родов. И помогает и правильно тужиться, и в третьем периоде родов тоже очень важно. Ну, вот еще такой вопрос, Елена Анатольевна. А вот тогда кто направляет к медицинскому психологу, и когда возникает действительно необходимость, кто вообще понимает, что вот нужно идти к медицинскому психологу? Это женщина сама к этому приходит, к такому решению? Или все-таки ее какой-то специалист, какой-то врач направляет? У всех по-разному. По-разному, да. Некоторые приходят сами, как бы чувствуют. Но это более женщины, которые знают, что можно обратиться за помощью к психологу. Есть же те, которые этого не знают, и вот тут вот как бы их может либо доктор, либо акушерка направить. Ну, здесь, я думаю, даже такой аспект очень важный. Надо информировать, да? И женщин самих информировать. И через гинекологов тоже эту информацию, чтобы доводилось. Ведь гинеколог – это тот врач, который как раз для женщины, для беременной женщины, которая готовится к родам, как раз становится таким другом, да, становится в какой-то степени помощником, да, во всех ее переживаниях и так далее, и так далее. И поэтому вот, ну, как здесь, как первичное звено. Да, никто больше. Врач – первичное звено, опять же. Мы все время говорим, насколько важно и актуально вот именно вот первичное звено в здравоохранении, да. То есть все идет именно от первичного звена. Поэтому вот я считаю, что гинекологи, вот и сегодня и нас будут смотреть, и женщины, я думаю, и, может быть, значит, и врачи тоже смотрят нас, да, и я думаю, тоже, чтобы эта информация доводилась до тех женщин, которым необходима эта помощь. Да. А вот вы сказали, да, вот боль, да, а что еще все-таки, вот что пугает еще в родах? Вот, может быть, кровопотери какие-то, да, то есть тоже? Ну, конечно, их пугают сложные ситуации, которые могут возникнуть во время родов, потому что, ну, опять же, от кого-то они это услышали, от кого-то узнали. Ну, то есть надо все равно объяснять, что это компенсаторно все, все это устанавливается потом, да. Да, что это нормально у некоторых. Например, их пугает кровопотеря, но она бывает, она бывает совершенно у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. Как правильно действовать в этой ситуации? Тоже. Самое главное – сохранение спокойствия и понимания, что рядом с ней в родах всегда присутствуют и доктор, и акушерка. Вот, что к ним она может прийти за помощью. Ну, а вот вообще так сейчас вот такой маленький, ну, не то, что так, эксперимент такой проведем. Вот просто, вот представим, сейчас вот к вам пришла, например, там вот мы с вами сейчас разговариваем, да, и вот к вам пришла женщина, да, вот именно вот и говорит, ну, с чего она может начать разговор. То есть вот меня вот пугает там тот и тот, да, и как вот у вас диалог выстраивается, как вы выстраиваете диалог? Вы сами спрашиваете, как правило, или женщина сама все-таки рассказывает, что здесь? Ну, когда вот она ко мне, например, приходит, я спрашиваю, как она себя чувствует, что ее беспокоит, в основном с чем она пришла. Ну, а тут уже у женщины это само все от себя идет, вот, и она, они обычно беременные женщины, они очень любят разговаривать, очень любят общаться и все-все-все о себе рассказывать. Вот, очень часто боятся каких-то осложнений повторно родящие женщины, у которых уже были сложные роды, которые уже через что-то пришлось пройти. Вот, бывает так, что очень часто приходится беседовать с женщинами из отделения патологии беременных. Там у них, например, есть соседка по палате, у которой тоже были сложные роды, и вот она начинает об этом волноваться. Вот, иногда мы проводим беседы совместно с доктором, чтобы она конкретно от специалиста, принимающего роды, который, как говорится, стоит у станка, рассказал ей о том, как все это происходит и что будет предприниматься в этом случае. То есть уже женщина непосредственно поступила уже на роды, да, получается? Ну, патологии беременных. Ну да, да, патологии беременных. Нет, а вот бывает такое, что у вас в практике есть такое, например, женщина уже поступила на роды, например, там же тоже это все в плавном порядке, лучше всего, да, не экстренно же, да, все-таки. Ну, по-разному бывает. Ну, по-разному бывает, конечно, это жизнь. Ну, бывает так, что вы прямо вот непосредственно перед родами как-то общаетесь с женщиной? Ну, это получится не перед родами, а во время родов. А во время родов. То есть сопровождение во время родов женщины, да. То есть, ну, это получается как бы 50%, наверное, работы акушерки вот с ней, как бы вот просто находиться с ней рядом. Тот же иногда помогаешь и массаж сделать в родах, которому вот конкретных на занятиях обучала. Вот. Какую-то определенную позицию. Ну, вот так вот. И вот она успокаивается, поговоришь. Ну, вообще, им очень важно то, что с ними просто даже кто-то рядом во время этого. Потому что они иногда боятся остаться одни, и вдруг вот в этот момент с ними что-то случится, и не она сама не сможет донести информацию до кого-то. И... Здесь прямо вот такой, сейчас вас слушаю, думаю, синдром белого халата только наоборот. Да, обычно, когда приходит пациент к врачу на прием, в любом случае срабатывает синдром белого халата, да. То, что это врач, какое-то волнение. А здесь наоборот. Белый халат рядом находится. Да. То есть еще медицинский психолог, да. Ну, тоже в халате, конечно, да. Да. Если это происходит в роддоме. И это тоже в какой-то степени женщину успокаивает, что рядом медики, да, рядом специалисты, которые всегда придут на помощь. То есть вот этот аспект очень важный, да? Очень важный. Потому что есть рядом человек, на которого она может положиться, который ее поддержит. И даже просто вот за руку подержать рядом. Побыть, вот. А вот еще такой вопрос. Мужчины, да, вот мужья там, мужчины этих, женщины, которые готовятся к родам. Они как-то должны тоже, вы с ними тоже ведете какой-то диалог? Бывает такое, что приходят вдвоем там к вам, да? Может быть, или там муж прям привел женщину. Может, такие даже случаи были. Вы имеете в виду партнерские роды? Ну да, вот к партнерским родам. Да, к партнерским родам. И мы как раз подойдем к партнерским родам. Вот я имею в виду, что вот они пришли к вам на прием, как к специалисту, к медицинскому психологу, да? Вот пришли вдвоем. Бывают же такие случаи, да? Ну, бывают они на занятиях. И вы, наверное, даже и мужчине, и мужу тоже говорите, да, что вот сейчас надо всегда быть рядом, там, да, больше уделять внимание. Наверное, тоже это происходит процесс. Ну да, естественно. В основном, правда, они приходят ко мне на занятия по партнерским родам вместе, когда вот они уже собираются идти на роды. Мы эту тему разобьем. Ну, давайте. Давайте, партнерские роды. Значит, что это такое вообще? И насколько у нас актуальна эта тема именно в Ленинской области? То есть, может быть, какую-то статистику приведете? Это вообще повсеместно сейчас развито? Или у нас это как-то больше получилось какое-то развитие? Партнерские роды у нас развиты, на мой взгляд, менее, чем, например, в больших городах, такие как Москва, Питер. Ну, крупных мегаполисов. Да, да. Вот. Но вот я могу сказать только по нашему учреждению, в принципе, это стало довольно актуальным. Раньше, если за год могло быть, ну, 10 партнерских родов, то сейчас вот месяц 5-6, это уже как бы показатель того, что выросло это вот буквально за последние 5 лет. Это вот все у нас произошло. Вот. Решение о партнерских родах в основном принимают вместе. Вот. Самое главное здесь понять женщине, что ее партнер готов к родам. Партнером может быть не только супруг, будущий отец ребенка, партнером может быть и, например, будущая бабушка, может быть близкая подруга, у которой есть опыт в родах. Мама, бабушка, подруга. Да. Кто угодно. Может быть дола в родах, может быть акушерка, которой женщины доверяют. А это нужно как-то юридически? Какой-то аспект тут есть? Или это просто принимается решение? У нас это берется направление. У ночмеда, у заведующего роддома, так скажем. То есть сложностей никаких нет? Сложностей никаких нет. Направление на партнерские роды плюс дополнительные анализы. Вот. И многие сейчас стали задавать вопрос о том, что где бы нам пройти подготовку. Потому что если партнер в родах мужчины, то, на мой взгляд, ему подготовка точно нужна. Если у женщины, например, на уровне инстинктов заложено уже то, как рожать, то для мужчины это все, ну, грубо говоря, в новинку. Вот. И поэтому ему важно знать, что, вот, например, если будет так, то это нормально, чтобы он не затревожился за рожающую женщину. Чтобы он мог тоже адекватно оценивать ситуацию, которая происходит вокруг. И не паниковать, и не нагнетать панику на родильницу. Вот. Очень важно, чтобы он умел применять методики самообезболивания, то есть самопомощи в родах. Вот. Чтобы умел успокоить, чтобы умел правильно взаимодействовать с медицинским персоналом. Вот. Чтобы был помощником, а не просто наблюдателем, так скажем. А скажите, а вот еще такой, может быть, ну, есть какой-то эффект такой тревожности, да? Например, ну, сейчас есть ранняя диагностика, то есть во время беременности там и УЗИ, и перинатальный скрининг, да? То есть все это на ранних стадиях беременности уже можно определить. Там, например, если какая-то патология, например, у новорожденного может быть, да? Или уже даже можно это, уже это можно даже подтвердиться, да? А вот в этом случае как с женщиной тогда проводится работа? Ну, вот в этом случае, вот как раз у нас в нашем учреждении проводятся перинатальные консилиумы по патологии в родах. И вот я там как раз присутствую как психолог. По окончании консилиума некоторые пары ко мне как раз-таки приходят с этим вопросом. Решение консилиума может быть разным. У кого-то беременность будет продолжаться, и впоследствии родители будут лечить своего ребенка. А кому-то приходится прервать беременность. Вот, например, совсем недавно ко мне приходила женщина, у которой на позднем сроке диагностировали синдром Дауна у малыша. У нее был такой вопрос, как его встретят его близкие, как будут реагировать на него, как ребенок будет развиваться в социуме. Вот, вот совместно с этой женщиной мы искали как раз-таки и ее психологические внутренние ресурсы для преодоления всего этого. И смотрели, как в нашем городе, например, это развито, как работают с данными детьми. Куда она может обратиться за помощью. То есть вот искали еще дополнительную помощь, поддержку. Вот, а впоследствии потом, как бы, она приходила со своим шестилетним сыном. У нее это будет третий ребенок. Вот, и мы проводили занятие, такое, ну, оно у нас называется «Веселый животик». Вот, и вот этот шестилетний ребенок рисовал на ее животе такой вот рисунок. Здорово. Да. Вот, чему это способствует? Это способствует тому, что, во-первых, и она немножечко расслабилась и отпустила ситуацию. И взаимоотношение неродившегося малыша и старшего ребенка, оно уже крепнет их связь еще на внутриутробном уровне. То есть вот этот ребенок, как бы, говорил о том, что он ждет младшего братика, что вот он, как раз мы во время занятий разговаривали о том, как они будут взаимодействовать, как будут они дружить. Ну, вот, вот так вот. Такая работа. А, конечно, с теми, кому приходится прервать беременность, тут не все так радужно. Здесь важно найти ресурсы для преодоления горя, для того, чтобы это все прожить, с этим справиться. Иногда женщина приходит одна, иногда они приходят совместно с супругом. В основном более эффективные работы проводятся тогда, когда, так скажем, после прерывания. Потому что они более остро начинают ощущать это все. Но иногда приходит после консилиума, когда они узнали о своем диагнозе и решении по этому поводу. И после прерывания приходит и вот проводится работа. Но это ни одна встреча, ни один сеанс. То есть, так вот. Вот, скажи, пожалуйста, а вот есть какая-то, все-таки, может быть, горячая линия, да? Или, может быть, вот куда могут женщины, все-таки, которые нуждаются в такой поддержке психологической, может быть, позвонить и поговорить как-то или узнать, когда можно прийти, куда можно прийти? Да, действительно есть. Это в нашей стране организован благотворительный фонд «Свет в руках». Название хорошее. Да, название хорошее. Оно как раз для родителей, у которых вот дети были с патологией, пришлось прервать беременность. В помощь тем родителям, у которых малыш после родов умер. Вот, и вот эта вот организация занимается и подготовкой специалистов, то есть перинатальных психологов конкретно с работой. Вот, помогает таким женщинам, у них действительно есть горячая линия, у них есть сайт, на который женщина тоже может написать свою историю. Вот, так вот. Ну, это тоже очень важно, да? А вот помощь медицинского психолога, она как-то территориально завязана здесь, на территориальной принадлежности вот женщины? Или к вам может прийти, например, вот любая женщина, там, с любого микрорайона, там, не знаю, там, на любом сроке? Территориально никто не привязан. Ну, это очень даже здорово. Вот, есть психологи в женских консультациях, но, естественно, там по большей части придут те, кто прикреплен именно к конкретной консультации. А у нас ко мне приходят абсолютно с разных районов города. То есть никогда никому не отказов, никогда никаких этих не было, да, никаких нюансов? То есть женщина спокойно может прийти в перинатальный центр Ульяновской областной клинической больницы, да, и обратиться именно за помощью к медицинскому психологу. Но это очень важно. А, может быть, какие-то телефоны тогда, может быть, тоже скажете, может, регистратура там, или как? Обычно я даю свой личный номер телефона. Ну, да, как бы он такой вот рабочий, мой номер телефона, и они мне по нему звонят. После консилиума тоже обязательно раздаю и говорю о том, что вы можете ко мне обязательно обратиться и прийти за помощью. Ну, это очень хорошо, потому что мы все время говорим о доступности медицинской помощи, а медицинский психолог – это как раз та медицинская помощь, которая очень необходима, да, и должна быть доступна однозначно. Поэтому это очень хорошо. Скажете, ну, может быть, какие-то еще советы, вот сейчас пользуюсь случаем, да, скажете, советы будущим женщинам, ну, тем женщинам, которым в будущем предстоит рожать, да, или даже просто сейчас кто находится в состоянии беременности, да, какие-то, может, советы, пожелания. Да, действительно, нужно с самого начала развивать уверенность в себе, начиная прям с первых моментов беременности. Оградить себя от негативных историй, так скажем, от негативной информации. Заручиться поддержкой близких, посещать занятия по подготовке к родам. Они есть не только платные, есть бесплатные занятия. Больше общаться с доктором, его рекомендации обязательно соблюдать. Если какие-то есть волнительные ситуации, обязательно обсудите это с своим лечащим врачом. Если женщина нуждается, да, в принципе, не нужно, то есть, вариться как бы в себе, да, если женщина чувствует, что действительно есть какой-то страх, какая-то тревога, да, и, может быть, какие-то там ей нарассказывали, там, я не знаю, там, да, страшилки или еще что-то, да, то чтобы все это исключить, да, вот именно нужна помощь именно медицинского психолога, да? То есть, поэтому нужно пользоваться этим моментом, конечно. Да. И у нас сейчас в городе создается группа поддержки. Группа поддержки как беременных женщин, как беременных планирующих, женщин, планирующих беременность, и группа поддержки по грудному вскармливанию у нас даже есть. Вот. То есть, все это развивается. И я думаю, что в будущем у нас будет больше таких вот групп, а это полезно очень для женщин. Вот. Так вот. Ну, хорошо, замечательно. Ну, что ж, вот такой сегодня интересный у нас разговор получился. Я всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова